Вы помните свой последний сон? Возможно, он был очень приятным, может, страшным, может, немного странным. Возможно, вы даже не помните, как спали. Всем снятся сны, и при этом мозг работает, выдерживая нагрузку. Вам снятся сны каждую ночь во время быстрой фазы. Иногда вы видите сны в глубокой фазе, но эти сновидения не такие яркие или запоминающиеся. Обычно говорят, что кто-то видит сны из-за того, что глаза быстро движутся под закрытыми веками. Если посмотреть на ЭЭГ мозга спящих людей, то он выглядел бы почти так же, как если бы они бодрствовали, даже несмотря на то, что их тело полностью не реагирует и в основном бездвижно. Продолжительность наших сновидений примерно 5-20 минут, и они располагаются в основной части мозга. Если вы вспомните свои сны, когда проснётесь, то вам покажется, что произошло довольно много странных вещей, хотя они не казались странными, пока вы спали. Есть причина, по которой мы не понимаем, насколько это было странно, пока не проснёмся. Это потому, что во время быстрой фазы сна активность префронтальной коры головного мозга уменьшается. Это та часть мозга, которая отвечает за логическое мышление и планирование. И так как она во время сна не очень активна, то мы не обращаем внимание во сне на неподдающиеся логики действия, такие как, например, разговоры с животными и прочее. Никто не знает, почему возникают сны. Но есть много разных теорий. Наиболее популярной является идея Зигмунда Фрейда, что сновидения — это бессознательные мысли и желания, которые нужно правильно интерпретировать. Но слишком мало научных доказательств, чтобы действительно поддержать эту идею. Даже в эволюционной психологии есть много других теорий о том, почему люди видят сны. Часть эволюционных психологов считают, что это позволяет нам воспроизводить угрозы, чтобы мы были подготовлены к ним в реальном мире. Часть считают, что это помогает нам решать проблемы, думая о них в изменённом биохимическом состоянии. Другие же эволюционные психологи думают, что сновидение является лишь побочным продуктом развития нашей нервной системы и не преследует никакой реальной цели. Даже в рамках научной мысли существует множество теорий о том, почему возникают сны. Только представьте, насколько сильно они доминируют над психологией и философией. Сейчас я просто расскажу о некоторых теориях сновидений и подробно расскажу о паре из них. Некоторые психологи считают, что комбинация сознательных и бессознательных элементов, возникающих во время сновидений, помогают нашему мозгу поддерживать гибкость, что в сознании позволит нам учиться и быть творческими. Остальные думают, что сновидение помогает нашему мозгу очиститься, отметая некоторые мысли и включая другие в долгосрочную память. Это называется процессом консолидации. Но определённо существует нечто связующее между памятью и сном. Люди, которые что-то учили и легли спать, добьются больших успехов, нежели те, кто лишил себя сна. Роль сна и сновидений в БДГ-фазе, в частности, тоже неясны. А вот другая теория о том, что сновидение помогает нашему мозгу восстанавливаться, сохраняя и развивая нейронные связи. Причина, по которой люди думают, что это может быть правдой, заключается в том, что у младенцев новые нейронные связи большую часть времени создаются именно в фазе быстрого сна, что особенно полезно. Рассматривая несколько из вышеприведённых теорий, вы в дальнейшем можете свободно развивать свои идеи. Независимо от того, почему возникают сны, мы знаем, что они есть. И это может быть как весело, так и немного страшно, увидеть, что наш мозг придумал, пока мы не до конца себя контролируем. Субтитры создавал DimaTorzok